Здравствуйте, мои маленькие друзья! А вы заметили, как изменилась природа весной? На деревьях и кустарниках зазеленели листья, а среди зеленой травы распустились разноцветные весенние цветы. И мы с вами можем увидеть самых маленьких жителей нашей планеты – насекомых. Они малозаметны из-за своих крошечных размеров, но очень разнообразны. Насекомые окружают нас повсюду. Их огромное количество на нашей планете. Действительно, насекомых очень много. Знаете ли вы, почему их так называют – насекомые? Тело насекомых состоит из частей – голова, грудь, брюшко. И каждая часть тела отделена друг друга насечками. И мы отчетливо можем увидеть у насекомого каждую часть тела. Насечки. Поэтому их и называют – насекомые. Ну и, конечно же, у всех насекомых есть лапки. Их у них шесть. У некоторых есть крылья и усики. Насекомые – самые многочисленные жители нашей планеты. Они бывают разные. Они отличаются друг от друга по величине, по форме тела и по цвету. Обитают они не только на земле, но и прекрасно себя чувствуют. И в воздухе, и в воде, и под землей. О каких насекомых знаете вы? Божью коровку легко узнать по красивому окрасу. Пчела – это удивительное насекомое. Пчелы живут и работают большими семьями. Они все вместе запасают мед, которым щедро делятся с людьми. Комар – насекомое серого цвета с двумя крыльями. На нашей планете обитает более двух тысяч видов комаров. На голове у комара есть хоботок, которым он протыкает кожу и пускает внутрь ядовитую слюну. Вот почему кожа после укуса чешется. Попробуйте отгадать загадку. У нее четыре крыла. Тело тонкое, словно стрела. И большие-большие глаза. Называют ее? Конечно же, это стрекоза. У нее, как и у всех насекомых, есть голова, грудь, брюшко, которые разделены между собой насечками. Шесть лапок и четыре крыла. Стрекозы – одни из самых красивых насекомых. Их можно увидеть солнечным летним днем над водой. Они бывают разных цветов. Синие, зеленые, красные. Стрекоза очень быстро летает и постоянно охотится. Она питается мелкими насекомыми. За час стрекоза может съесть сорок мук. Стрекозы активны все лето, а осенью впадают в спячку. И сегодня я вам предлагаю сделать стрекозу. Для этого нам понадобится доска для лепки, целый кусок пластилина любого цвета, маленький кусок черного пластилина, стека, простой карандаш, ножницы, зубочистки, небольшой кусок фольги. Если у вас нет фольги, можно заменить белой плотной бумагой. Целый кусок пластилина нам необходимо разделить на три части, так, чтобы одна часть была поменьше. Из этих кусочков мы будем делать части тела стрекозы. Начнем с головы. Голову мы будем делать круглой формой. Поэтому круговыми движениями скатываем шарик. Голова готова. Будем дальше делать грудку. Грудка у нас должна быть овальной формы. Для этого мы сначала скатаем шарик. А потом прямыми движениями придадим ему овальную форму. Грудка готова. И дальше будем делать брюшко. Брюшко у стрекозы. Вытянутая, тоненькая. И будем мы с вами раскатывать ладонями колбаску. Тоненькую и длинную. Брюшко у нас готово. Теперь мы будем соединять все эти три части между собой. Дальше присоединяем голову к грудке. И примазываем их друг к другу. Дальше присоединяем брюшко. И так же примазываем. Мы с вами соединили все части с сохранением насечек. Теперь мы сделаем нашей стрекозе глаза. Для этого нам понадобится черный пластилин. Отщипываем от него небольшие кусочки. У стрекозы глаза большие. Мы скатываем шарик. Прикладываем его к одной стороне. Расплющиваем его. И размазываем. Делаем большие глаза нашей стрекозя. И то же самое сделаем с другой стороны. Глаза у нашей стрекозы готовы. Нашей стрекозе необходимо сделать лапки. Вы помните, сколько у насекомых лапок? Правильно, шесть. И для этого мы возьмем зубочистки. Одну зубочистку разлапываем пополам. И каждую половинку разлапываем еще раз пополам. И у нас получилось четыре лапки. Нам еще не хватает, правильно, двух лапок. Для этого мы берем вторую зубочистку. И делаем еще две недостающие лапки. Теперь у нас их шесть. И теперь мы их будем присоединять к грудке стрекозы. С одной стороны три лапки. И с другой стороны. Если у вас нет зубочисток, можно лапки сделать из пластилина. Ну-ка напомните мне, а сколько у стрекозы крылья. Действительно, у нее четыре крыла. И делать мы их будем из фольги. Для этого мы на фольге нарисуем простым карандашом четыре крыла. Два побольше и два поменьше. Делать это надо очень аккуратно. Так как фольга, так же как и крылья нашей стрекозы, хрупкая и очень ее легко повредить острым карандашом. Два больших крыла и теперь два поменьше. Крылья рисуем в виде вытянутой капельки. И теперь мы их с вами будем вырезать. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не разорвать фольгу. Крылья мы с вами вырезали. Теперь их аккуратно расправим пальчиками. И при помощи карандаша на них можно прорисовать прожилки на крыльях стрекозы. И они будут еще больше похожи на настоящие. Делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить крылья. Теперь мы будем присоединять крылья к грудке стрекозы. Сначала возьмем крылья, которые побольше. Просто их прижмем. Затем крылья, которые поменьше. Крылья готовы. Вот такая стрекоза получилась у меня. С нетерпением жду фотографий с вашими поделками. Удачи! 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 Субтитры подогнал «Симон»